А мы прощаемся с Нигой и заходим в реку Фонтан. Протяженность Фонтанки около 7 километров. С правой стороны скромное двухэтажное здание Летний дворец Петра. Сам царь жил на первом этаже супропостной чермина в дороге. Этот человек, конечно, очень был увлекающийся, изучал разные науки, ремесла, был хорошим плотником. А в этом дворце у него была своя токарная мастерская. В Летнем саду устраивал знаменитые ассамблеи, европейского плана вечеринки с бальными танцами, курением трубок, заморскими деликатесами. В XIX веке Летний сад становится уже общедоступным. Горожане могли погулять и выпить чашечку ароматного кофе. Вот как раз справа кофейный домик Летнего сада. С левой стороны светло-желтое здание, белые холодные зеленоватые купола. С 1835 года здесь располагалось императорское училище правоведения. Обучались мальчики, чтобы стать юристами. Форму носили зеленого цвета с желтой окантовкой. И цветами форма немножко напоминала оперение птички Чижика. Зимой курсанты носили еще и пеховые пыжиковые шапки. Вот и стали их разнить чижиками-пыжиками. Чижик-пыжик где-то был на фонтанке, водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Одним из выпускников училища правоведения таким чижиком-пыжиком был и Петр Ильич Чайковский. С левой стороны светло-желтое протяженное здание. В начале 18 века здесь были партикулярные верфи. Гражданские, не военные. Изготавливали небольшие лодки для пользования горожан. Позднее это уже складские помещения. Хранили вино, соль. А соль одно время на Руси была очень дорогой. Вот тогда и появилась традиция встречать гостей хлебом и солью. Означавшие, что уж так мы рады гостям. Даже с солью не жалко поделиться. И до сих пор весь микрорайон за этим зданием так и продолжают называть. Зацелиться мой городус. Отставники по ней проходили трубы, снабжавшие водой фонтаны летнего сада. Отсюда и название фонтанная река Фонтанка. Мы подошли к Пантелеймоновскому мосту, а вот сразу после него будем уходить направо, возвращаться в реку Мойку. И перед следующим мостом очень попрошу вас смотреть левее от моста в стенку набережной. Будем искать маленькую серую птичку Чижика-Быжика. Вот у нас сразу следующий мост. Левее от него квадратная степка. И в центре этого квадрата маленькая серая птичка на педестальчике. Вот сидит Чижик-Быжик. Сверху обычно с набережной кидают монетки. Если монетка останется на педестале, сбудется желание. Оранжевого цвета бывший замок императора Павла. Очень боялся он свою жизнь, и в земле в дворце жить не хотел. Повелел построить замок, окружить его рвами, заполненными водой, цепными разводными мостами. Прошел в этом замке всего лишь 40 дней, после чего был задушен заговорщиками в своей собственной спальне. И, конечно, после такой трагической гибели уже семья здесь же не захватила. Здание передано было школе для военных инженеров. Одним из выпускников этой школы был Федор Михайлович Настоевский. С левой стороны Михайловский сад и павильон Русси. Карл Русси замечательный архитектор. Очень много у нас в городе строил в 1820-30-е годы. Работал именно в классическом стиле. В основном светло-желтые здания с белыми колоннами. В данном случае такой вот садовый павильон, рядом пристань. Лодки причаливали, гости выходили. И через Михайловский сад направлялись в глубину туда, в Михайловский дворец. А дворец Русси построил для младшего сына императора Павла, великого князя Михаила Павловича. Он был уже четвертым сыном в семье. И, конечно, шансов стать императором у него было очень и очень мало. Но по праву рождения, как великому князю, дворец ему все-таки полагался. А сейчас в Михайловском дворце располагаются основные коллекции Государственного русского музея. С правой стороны раскинулось Марсово поле. В свое время проходили там военные смотры, парады, учрения. Вот и назвали в честь римского бога войны Марс. При Елизавете Петровне это поле называли Батешко. Частыми были народные гуляния, песни, пляски, угощения и, конечно, фейербирки, которые тогда и называли сплатишными огнями. С левой стороны за деревьями красновато-белого цвета здание построено в конце XIX века для школы народных ремюз. И до сих пор здесь можно получить очень редкие профессии. Кружевница, мастер художественной вышивки, юберир. Следующий мост через канал Грибоедова долгое время назван был в честь террориста, участника организации «Народная воля», убийцы Александра Второго и Кнатия Гриевицкого. Потом переименовали в новоконюшины, и опять-таки по зданию выше температурских конюшен. Будьте осторожны на верхней палубе, мостик низкий. И вновь храм воскресения Христова спас на край. Как вы уже знаете, заказчик очень хотел, чтобы построили именно в русском стиле. Ведь действительно для нашего города это очень большая ремкость. Петр I, основатель Петербурга, очень был увлечен европейской архитектурой, культурой, искусством, традициями. Хотелось, чтобы Петербург был городом именно европейским. Очень много строили итальянские, французские архитекторы. И продолжалось так достаточно долгое время. А вот последние два императора попрос очень любили все русское. Александр Триндис указал вот эту церковь, начал покупать картины русских художников. Сын его, Николай II, это дело продолжил и открыл в нашем городе русский музей. С левой стороны желтое здание с белыми колоннами, как раз один из корпусов русского музея, корпус Бенуа. В 1712 году Петр перенес столицу из Москвы в Петербург. И вот поэтому в нашем городе строилось огромное количество дворцов, замков, усадек. А в середине 19 века уже, конечно, картины меняются. После отмена крепостного права в Петербург, в столицу, устремляются люди в поисках зарплат. И, конечно, людям этим надо где-то жить. В городе начинают строить многочисленные доходные дома для сдачи в наем. Кто-то в доходном доме целый этаж снимал, кто-то квартиру, комнату. А впоследствии вот эти доходные дома превращались уже в дома многоквартирные. В том числе и знаменитые наши петербургские коммунальные квартиры, существующие и по сей день. Очень интересные здания для банков строились. Вот после итальянского мостика с правой стороны бежево-песочного цвета здания, с таким большим 10-метровым окном, первое общество взаимного кредита. Построено в конце 19 века по проекту архитектора Павла Сюзора. В общей сложности Сюзор построен в городе порядка 100 зданий, как раз на рубеже веков 19 и 20. И еще одна его работа в этой же правой стороне, уже угловое здание с Невским проспектом темно-серого цвета, дом компании «Зингер». В начале 20 века компания решила открыть представительство в Петербурге. Купили участок земли на Невском проспекте и наняли Сюзора. Хотели, чтобы построил для них небоскреб. Это было, конечно, совершенно невозможно. В центре города запрещалось строительство зданий, высотой превышающих Зимний дворец, императорскую резиденцию. А исключение составляли только здания церкви. Сюзор выход все-таки нашел, построил шестиэтажное здание, но увенчал таким необычным стеклянным куполом с глупсом. И сейчас первые два этажа здания «Зингер» занимает огромный книжный магазин «Дом книги». На этом прогулка наша подходит к концу. Очень попрошу вас не спешить, оставаться на местах до полной швардовки теплопуда. Благодарю за внимание, желаю вам приятных прогулок по Петербургу и хорошее во всех днях. Материал на карамидке, карамиду, да? Да, да. Синий мозг, он чугунный, а этот... Спасибо. Выдержал? Выдержал. 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 Как? Выдержал. Выборок пошел. Воденьки, наверное, подавалок. Выборок. Подавите. Воденьки пошел. Воденьки пошел. Сейчас украйся пойдет. А, пойдет. Смотреться. Цены речной прогулки. 1400 взрослые, 1000 рублей детские школьники. Значит, мы ездили по такому вот маршруту. По зеленому, в общем. Проехали и Мойку, по Фонтанку, по Неве, по Кромецкому каналу. Было очень интересно. Понравилось. И дождик у нас был. И солнышко. В общем, все испытали. Классно.